Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или Живия. Многие из вас этого просили, ребята, но мы долго этого не делали по той причине, что мы искали самый дорогой и самый стопудовый вариант. Мы купили на аукционе новенький, точнее, прям вот только-только-только появившийся банкомат за 100 тысяч рублей. И знаете что? Знаете что? Мне сообщили, что когда его сдавали на аукцион, его особо даже не потрошили. То есть внутри он какой был, такой и есть. А это значит, что там внутри могут быть бабки. И давайте мы начнем его уничтожать, чтобы узнать, как много денег вы получили. Эй, молодой человек, молодой человек, вы закончили, нет разговаривать? Я это к банкомату, вы в очередь, зачем занимаетесь? У меня день зарплаты, понимаешь? Вот денег нету, короче, все, пусто. Вот деньги получил, надо обналичить, короче, вот сейчас это сам. Все, ты все доразговаривал? Да, да, да. По-моему, не той стороной вы вставляете. Вот так? Да, там нарисован. Да блин. Подожди. Мистер Вадим Штанг догонается. Подожди, а это сам ты. Ты консультант, нет? Кто тут консультант? Чего он не залазит туда? А. Это твоя настоящая карта была? Да? Это твоя настоящая карта была? Конечно. Снято. Теперь у нас появилась еще одна причина. Это помимо денег отрыгеров ванкомат. Ты что, Вия, доставай ее оттуда. Ты что, гонишь, что ли? Вия, деньги там лежат. Крупная сумма. Короче, у меня куча всего припрятана в моем броневике, в моем монстре, с помощью чего будем сегодня мы этот банкомат открывать. Чего там? Ну-ка, отойди. Думаешь, это идея? О, главное мою карту достать. Так. Где она там? Сейчас, подожди. Отойди. Надо еще. О, калькулятор нашел, кому надо. Ништяк. Где кнопки-то? Нет. Все развалилось. Да и подождите, карта там внутри. Смотрите, ребята, как все бронировано, как все устроено в банкоматах. Правда, это ни в коем случае не пособие. Подожди. Ни в коем случае не пособие у этого подобного. Мы купили банкомат, и он в нашей собственности. Подобного никогда не поверять. А если вот бывает, знаешь, приходят люди, засовывают карту, скажут, она их зажевывает. Так же достают, нет? Нет, вызывают специалистов. Это ты специалист? Сегодня я, это мой банк, это мой банкомат, и я специалист этого банкомата. Где у вас администрация? Я. Вы точно специалист? Смотри, как медленно он идет к неизбежности. Я беру, вот вы точно специалист банка? Да, я точно специалист. А системный администратор где у вас? Я, все, у меня очень малобюджетный банк. Даже системного администратора нету. Там, наверное, шуруповерты. У меня есть тяжелая артиллерия, а именно базуки и гранаты. Возьмем гранату и, естественно, базуку. Если граната не получится вскрыть этот банкомат, то... Уважаемый специалист, я карту свою вижу, а как ее достать-то теперь? Вот так вот, смотрите, берем. Вот это да! Вот это... Ой. Это ваша карта? Ты чё, её взорвал, что ли? Ты чё, дурак, что ли? Я теперь как её буду пользоваться? Я хотел в другой банкомат уже пойти, ты её пополам сломал дубином. Не переживайте, её ещё можно восстановить, но для этого нужно её извлечь. Как? Как ты её хочешь восстановить? Всё, восстановим. Мы очень авторизованный банк. Сейчас я позову своего специалиста. Познакомьтесь, поздоровайтесь с нашим роботом. Он есть в моей команде, и теперь он сотрудник моего ВИА-банка. Если не знаете, что это за робот, и откуда он, посмотрите, пожалуйста, вон, посмотрите. Это ваш видеоролик. Да, он чинит банкоматы у меня в банке. А у него внутри есть терминал? Может, я через него прощён? Что? Какой ещё терминал? Куда вам засунуть карту, чтобы снять деньги, мистер робот? Не надо мне никуда сувать карту, пожалуйста. Чё вы встали? Давайте бейте. Там карта была. Хорошо. Карту мне достать. Давай, давай. Ты думаешь, это точно правильный системный администратор? Это мой лучший системный администратор. Да, да. О, смотрите, системный администратор. Ура! Во-первых, кувалду мне сломал. Придурок. Уллер сломали. Как он теперь охлаждаться-то будет? И мы пробрались внутрь банкомата, несмотря на всё это. Но кувалду, чёрт возьми, жалко. Надо туда кинуть гранату, может? Давай! Одна граната явно мало для этого банкомата. Что вы мне дали? Что с этим делать надо? Вы должны... Есть свою карту? Да. А я хочу достать деньги из этого банкомата. Я тоже хочу достать деньги из своего банкомата. Доставайте чеку. Вставляем. Значит, три отпускаем. Готовы? Да. Раз, два, три. Там загорелось, по-моему. Да, моя карта горит. Карта? Нет, пока не горит. О, да мы её выпрямили. Слышишь, мы эту штуку выпрямили. Ну всё, наоборот, мы его чиним. Так. Вон всё ещё карта лежит, надо доставать. Ладно, настало время для базуки. Итак, друзья, я очень люблю стрелять из базуки. Мы стреляем во всякие разные машины, объекты. В чём мы только не стреляем. В зарплату мне отдайте, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Там больше, чем ваша зарплата. Я больше заинтересован в чём-то, чтобы скрыть этот сейф, ребята. Очень заинтересован, чтобы узнать, сколько денег там внутри. И у нас есть целый плейлист. Вот он, ребята. Представляете, как мы стреляем в разные объекты из этой базуки. Что с ними происходит. Ну и впервые в жизни я стреляю в банкомат. Ложись! А, горох полетел! Горох! Ну попадание было, стопудово. Ты прямо в мою карту попал. Так. Ну банкомату всё пофигу. Банкомату всё пофигу. Есть повреждения. Вон горох действительно образовался у нас здесь. Значит, я прямо сюда попал. Но, походу, это слишком слабо для этого банкомата. Ну ещё одно решение. Ну. Или ещё один выстрел? Не знаю. Я считаю то, что... Я считаю то, что нужно идти уже радикально. Капец, если честно, жалко. Холодно. Холодно, давай, надо согреться. О, это я могу. Так. Опа. Э. Опа. Опа. Я знаю, что терминалы с водой не дружат так-то. Так вот. Он перестанет работать и это. И деньги нам выдаст. Вот так. Там же деньги сгорят. Блин, натуре, там же бабки внутри. Блин, 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 блин. Души. Надо потушить. Он прям горит, ё-моё. Прям, тебе надо потушить. Чёрт, а? Я в шоке не знаю. Пытаюсь позвонить кому-нибудь, чтобы приехали сюда. Да это так не делается. Банкомат горит. Туши, туши, туши. Давай, туши. Ты уверен? Да стой, это неправильно. Ты делаешь неправильно. Не тухнет. День не горят. Снегом его. Снегом. Огнетушитель где? Не знаю. В машине? В машине есть огнетушитель. Не в этой точно. Ну давай тушим. Это ё-моё. Там же бабки в натуре, а? Блин. Ты помял его. Ясин в пик у него. А, там проводка горит. В него трёхтонная обуханка впечаталась. Конечно, я его помял. Так берите снег и тушите. А, где снег? Снег. Где снег? Снег. Да он уже потух. Нормально. А? Деньги-то они защищены. Деньги они где-то здесь внутри. О! О! Вот. Смотри-ка. Да! Мне нужна помощь. Давай. Удар-то помог, смотри. Удар-то помог. Там что-то горит. Да, чуть-чуть. Всё. Почти не горит. Так. Ну, надо думать дальше. Надо подумать. Надо подумать. Блин, слушай, мне понравилось с гранатами. Да. Она же вот эти штуки выталкивает вверх. У меня сразу две, короче. У меня одна. Ну, вот, суммарно вроде бы три выходит. Давай, как обычно, на счёт три засовываем. Давай. Так. Раз, два, три. Ой! Блин! Блин, сжатывают они, конечно, знатно вообще. Но эффекта от них маловато. Надо. Надо бить. Надо бить кувалдой. Может быть. Что? Есть лом какой-нибудь? Не знаю. У меня лома нет. У меня тоже. А у робота? У меня нет. Робот сам как лом. Кстати, давай роботом ломай. Давай вот туда засунем, как это, как распорку. Да, вот так же только роботом. Иди ты в жопу. Да что там? Руку у робота возьмёшь? Да. И сломаем. Может снова буханкой проедемся по ней? Надо его поставить, ещё раз ударить. Блин! Вот сейф! Смотри, здесь внутри ещё один сейф. Его как? А как его? Вот, видишь, вот купюра, приёмник. Там внутри все бабки. Блин. Короче, как-то его надо? Может, включить его надо было? А, электричество. Это кто сюда провёл? Ну, сколько меди ещё тут, смотри. Короче, надо что-то придумать. Как-то надо вот этот сейф отсюда извлечь и из него достать бак. Ты думаешь, это хорошая идея, или нет? А чё? Я думаю, эта идея говно вообще от слова совсем. Он, он армированный, он специально броненепробиваемый, чтобы туда такие как ты не смогли залезть. Хорошо, тогда у меня есть один план, но для этого нужен специальный инструмент. Перетащим его к нам в горах. Это не крылья, да? О! Зачем? Я хочу эту шкуру содрать. Подожди. Вот я хочу эту шкуру нафиг это драть. Ладно, сейчас смотри. Мы попробовали с Вадимом Шлаков. Особо у нас ничего не вышло своими руками. Но на то у меня ведь есть монстр буханка. Она-то нам сейчас и поможет. Вы когда покупали этот сейф? Что это было? А почему эта часть здесь осталась, а та уехала? Ё-моё! Блин! Она вот так вот произошла вообще. Я думал, я тебе сразу сказал, надо за нижнюю часть цеплять, а не за верхнюю. Да всё нормально! Нам нужен сейф вот этот. Так, я содрал лишнее, нам остаётся работать только с самим сейфом теперь. О, тут есть дырка. Супер! Слышь, там можно увидеть, там есть кассета? Да, там на то ли что-то есть. Там кассеты с деньгами. Осталось совсем немного. Что, робот, думаешь, они всё правильно делают? Но вообще, у Вия уже был опыт вскрывания сейфов. Он скрывал инкассатор, который купил на аукционе вот в этом видеоролике. Однако закончилось всё это очень плачевно. И деньги сгорели. Понятно. Э, хватит! Ты не понял, что это бесполезно? Чё? Давай в гараж его, короче. Чё, э? Вот берём вот так, как я тебе показывал. И в гараж тащим. Да кого ты чё, поехавший? Вот так вот берём. Ага. И всё чё? Лэпхак. Конечно. Только ты сюда, это звено. Мы же внедорожники, это, джиперы, ё-моё. А, лёбёдка что решает? Это лёбёдка? Это вообще тряпьё какое-то. Самый, самый креплённый этот трос. Так, держите. Робот. Я что, похож на склад баракла? Чё ты с ровной буханки идёшь? Чё, он с ума сошёл? Замёрз. Ну вот, я же говорил, вот так надо было сразу делать. Сейчас мы его, короче, это, в гараж доставим. Там всё достанем, все деньги, всё из него вытащим. И у нас всё вообще будет классно. Там, я думаю, миллиона три-четыре, не меньше. Это же сейф. Ё-моё, надо бежать. О, ну пока всё с ним хорошо. У меня всё... Главное в этом деле контролировать процесс доставки груза. Вот. Если вы когда-нибудь заказывали у нас доставку, то она будет происходить вот таким вот образом. Стой! Стой! Мои деньги! Так, давай, заезжай сюда! Стой! Всё, приехали! Отлично! Сейчас мы с этим банкоматом разберёмся. Надо его вскрыть. Больше не идёт. Не хочет, да? Очень тяжёлый. Конечно, тяжёлый. Там столько денег, блин. Отлично! Это хорошая новость, что там денег так много. По сути дела мы собрали самое лёгкое только за всё это время. А именно такую красивую обшивку. Но весь вот этот вот монолитный кейс, вот это вот всё, это очень тяжёлый и толстый металл, ребята. Очень тяжёлый и толстый. И он как раз таки и хранит на себе сейф, который полон деньгами. Но, если так-то посмотреть, то дверь, она ходит. Вот она, купюроприёмник. И вот она крепится за эти штуки. Я думаю, если мы их пильнём, то тогда мы сможем добраться до денег. Ну что, приступим? Смотри, я вот здесь вот пропилил, короче, вот. Петля, да? Да, одну петлю спилил. И здесь, короче, вторая такая же. Ну как где молоточек, надо постучать? И ты думаешь, это будет хватит? Нет? Это нифига здесь не хватит. Ты что, эксперт по СИФАМ? Ну, примерно представляю их строение, просто. И что ты там представляешь? Ну что там, больше всяких? Да я знаю о СИФАМ вообще всё. Я уже кучу СИФОМ распилил. Есть у нас какой-нибудь плейлист? Он не знает. Он, оператор, не знает. Я тоже. Ты же монтажёр, почему ты не знаешь? Короче, вот классный видеоролик, где я уже вскрывал сейф. Не банкомат, а сейф. Посмотрите, очень прикольно. Так. Сейчас, что-нибудь надо какое-нибудь зубило. Надо зубило, я сейчас... Денежки, денежки, денежки. Смотри, две петли я спилил. И сейчас мы проберёмся. Виде, ты совсем больной. Шпатель-то потоньше ты не мог взять ещё? Нет, это и так не работает. Почему не открывается-то? Так там ещё замок пилить. Зачем его пилить? Действительно. А что держит-то две петли? А-а-а. Чёрт. Во. А, в натуре это, короче, задвижки. Их тут получается один, два, три, четыре, да? Ну всё. Изи вообще. Секретка такая. Да как, Вальзи, я и любой секрет разгадаю. Я, знаешь, как в детском садике такие загадки решал. На раз-два. Проси меня. Так. Ну, что, готово? Всё, отпилил. Что, думаешь, это идея очень классная, да? Вот. Отошло. Это не отошло. Сейчас это идёт. Надо пилить. Не допилил. Ну что, всё? Это последнее, обычно. Допилил. Есть. О, так, ещё одна осталась. Отрывай эту на. Деньги надо. Давай, отрывай. Деньги. Понял? Если там денег не будет. Да ты к другим концам отрывай. Так. Опять не допилил, что ли? Подставка. Всё, я допилил. Ну, смотри, как идёт. Ты просто кривой. Тихо. Смотри, как легко идёт-то, а? Ага. Я прям чувствую, прям легче некуда. Подожди. А что? Вот за эту надо спануть. Ага. Думаешь? Что-то не то, да? Где-то что-то мы просчитали. Блин! Мой план опять не удался. Короче, пропилили мы его тут, здесь, вот тут, вот здесь. И, короче, что бы мы ни делали, никуда она не хочет доходить. Поэтому мы с Вадимом Шлаком придумали новый метод. Метод молотой наковальни. Не убей меня. Хорошо. Так. И теперь у нас дверь двигается вперёд и выдавливает вот эту вот штуку. Ништяк. Скоро мы получим наши бабки. О-о-о-о! Всё. Допилили. Моя зарплата. Под ноль всё выпилили. Давай, вставляй туда эту штуку. Так. 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 И. Ой, осторожно. Ай! Да ты держи его нормально! Там не за что уже держаться. Как? Ну, типа, там амортизирует уже что-то назад, в обратку даёт. Понимаешь, как карбюратор. Ты что, с ума сошёл? Я не шучу. Да ты думал, мы же уже почти открыли его. Ну, давай с центра сюда возьмём. Блин. Ай! Ты что, я тебе пальцы сейчас сломаю? Конечно, сломаешь. Я поэтому особо и не напрягаюсь, когда... Да, блин. Закрыл назад. Так. 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 Супер! Теперь давай рычагом. А-а-а! О! Сейчас прям до денег добьём. Как нефть добываем прям. Чё, идёт? Да. Что сильнее, лом или сейф? Мне кажется, лом. Против лома нет приёма, не слышал такую поговорку? Так, давай поглубже ещё забьём. И мы уже почти уцели. А-а-а! Давай так. Бибу и болбу. Она хоть заходит? Что делает? Жажда денег с людьми. Она забудет или скажи жажда? Да. Уже всё, уже до конца забил. О, вот это уровень. Так, давай. Что-то сейчас сломается. Либо мы, либо сейф. В кого вы превратились? Что делают деньги с людьми, а, ребята? Давай я. Так не упади, пожалуйста. Это ты на лом сейчас сядешь. Вообще не хочу сесть на лом. А, всё, мы уперлись. Защит. Так смотри, мы уже прям вот цели. Надо вот эту штуку пилить. Кого? Вот эту. Стой, нам надо угол поменять. Вот сюда мы можем ниже. А, в натуре. Если получится. Ещё надо двигать сюда. Подожди, вот со всей дури держи вот так вот. Я его проанализирую. Понять бы, что его держит там ещё. Там столько этих ставней. Это жесть. Если вот с этими мы как-то ещё разобрались, там вон раз, два. Разно, что лом только в лицо не улетел. Это плохо будет. Лучше уж сесть на лом, чем получить лом по лицу. Так. Все так замолчали. Так страшно. Просто ужас. Так. Глубже засовывай молоток. Так. Сейчас надо лом ещё подбивать. Сейчас лом, да, надо поглубже туда. Оооо. А дальше земля. А дальше земля. Это если бы мы были в космосе. Нет, можно его, в принципе, туда ещё подбить. Поглубже бы его туда забить. Сейчас попробуем забить поглубже. Вот, против лома нету приёма. Вперёд едет. Так. Страшно в этой стороне стоять. Чё думаешь, отстрелит в тебе слип? Конечно, у меня лом отстрелит, нафиг, идёт. Ты что ему ещё не даёт-то? Мы уже всё, что можно сделали, ё-моё. Только давай сбоку попробуем его вот с этой стороны. Сейчас как консервы, так чик-чик-чик, со всех сторон отогнём и посмотрим, что мешает. А вон, я вижу, натуре, давай. Боковые, да, надо? Ты предохраняй, и я туда вставлю лом. Ага. Встань на эту. Ах ты ж, ё-моё. О, ещё идёт. Да что, дофига зашло прям. Ооо, всё, давай, вни. Так ты это, встань туда. А мне не на вес, ты что думаешь? Лом я это вообще? Не, надо на чёрную вставать. Давай. Надо ещё глубже, вот сейчас так подбивать, надо сюда его заводить. Есть! Что, сломали? Что-то отбило нам. Ааа, что-то мы уже супер рядом. Надо. Сейчас кто-то упадёт. Ооо, есть! Почти! Есть! Ааааа! Блин, короче, прежде чем... Ааа, целый день ушёл! Подожди, подожди, подожди. Моя зарплата, ура! Блин. Так. Бабки здесь. Там ещё один сей. Чё? Или это... А, не слышно, она достаётся. Она достаётся. Короче, ребята. Сейчас ставьте видео на паузу. И по чесноку пишите, как думаете, сколько там денег. Кто угадает или будет хотя бы близко, получит у меня сердечко в комментариях. Ставим сердечки. Я вам поставлю сердечко от себя, а вы пишите в комментариях, сколько бабок там внутри. Прикинь, если там еще нет, я так рад, я целый день, мы ломали этот банковат. Я прям чувствую, что там что-то есть. Прям нет, истинный, друзья. Все, супер. Знаете, что я думаю? Хотя бы 150 тысяч рублей, это нормально. Это нормально, потому что мы поднимемся на 50 тысяч, 100 потратили и 50 сверху. Но, как правило, как правило, смолчили. Как правило, в банкоматах лежит до 3 миллионов рублей в одной кассете. Так. Ну что? Кассета. Вот она вот так вот выглядит, и вот таким вот образом она открывается. Так, это купюрокриемник. Его вот так вот получают. Офигеть, смотри. Офигеть! 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 Ты чё, ребят? Вы чё? Ты чё разбросываешь? Ребят, да нет, надо собрать их. Я сейчас как это... Я тебе сейчас поддам, ты чё? Ребята, вы чё? Ты чё? Давай, ты чё? Подожди, давай опустим, давай нормально, посчитаем. Давай, делиться не хочешь, да, со мной начнёшь? Что забрать? Вы чё, ребята? Я тебе сейчас это самое... Ребята, так ведь нельзя. Я тебе сейчас молотком разобью твою камеру. Вы чё, мужики? Там куча денег, там просто куча бабок. Это всё моё. Это всё моё. Так нельзя. Это моё. Ты чё? Ты чё делаешь? Ты чё делаешь? Там лапки горят. Зачем? Да вы чё, вы посмотрите на себя. Ты чё? Вы только деньги выделили. Моя зарплата. Да кого? Какая зарплата? Где моя зарплата? Где моя зарплата? Не трогайте. Ты сейчас санки гореть, у меня будешь в воду. Понял за такое? Хали. Это никому не должно достаться. Вы чё, ребята? Вы посмотрите на... Вы только деньги увидели, вы озверели. Ну хотя бы 500. Но там это за работу. Всё. Ни копейки никому не достанется. Ага. Сейчас. Вы чё натворили, ребята? Я никогда вас такими не видел. Вы только запах денег почувствовали. С вами чё случилось? Мы же друзьями всегда были. Вы чё натворили-то? Скотина такая, я в первую очередь. Всё, успокойся. Где тут денег? Нету денег больше. Всё. Это... Да, ты, Вадим Шлавк, успокойся. И чё, ну... Ничего страшного. Заработаешь. Заработаешь когда-нибудь. Ты чё, гонишь, что ли? Мне, чтобы заработать такие деньги, мне лет 60 работать, охренеть, просто всё сжёг, Витя. Ну хоть что-то целое, может быть, осталось. Нет? Не знаю. Но зато... Смотрите, какая куча денег, а? И как она горит. Подписчики такого контента ещё никогда, наверное, не видели. Там пластик горит. Пластик? Кассеты горят. Да ничего страшного. Собственно. Не знаю. Я испугался за ребят. Оператор, Вадим Шлаг, они прям с ума начали сходить. Ну вы в комментариях напишите, правильно я сделал или нет. Ребят, как бы вы поступили на моём месте. Ну здесь реально, здесь... Здесь реально вот миллиона три лежало, может даже больше. Реально так посмотреть. Такая стопка денег, там были всякие номиналы. Вон, можно даже сейчас посмотреть ещё, что-то от них осталось, нет. Вон, пятитысячную, видно оператор? Ну вон они все горят. Это никакой банк уже не примет. Я хоть 500 рублей пойму. Давай я посмотрю хоть. Они нормальные, настоящие. Да, хорошие. Ты настоящие. Эй! Блин, капец. Я как деньги увидел, такую сумму я в жизни не видел. Я и это... Сразу изверел. Вот и... Не знаю, что делать. Ну я бы правильно поступил, получается, что сжёг эти бабки. Ну реально слишком много было за один раз. Люди, когда вот получают такие бабки, сколько было случаев, что в лотереях случайно выигрывали, что ещё как-то... Вот такие бабки, они... Они не нужны сразу же. Их нужно заработать честным путём. Всё, вот прямое значение слова. Бабки сгорают. Бабки на ветер просто. Бабки сгорают на глазах. Бабки где? Ну что делать-то, Анатолий Борисович? Всё? Всё? Всё. Короче, это... Все уже тут собрались, смотрят, что произошло, что остались только сотки. Вадим Шлаг, ещё вариант есть, в принципе, спасти эти сотки, как разумаешь? Это уже нет. Уже всё. Уже мне куда эти сотки не сделаешь. Ну ладно, что? Другой будем брать. Ещё найдём. Ещё найдём. Ладно, в любом случае, надеюсь, что вам видеоролик понравился. Вы напишите в комментариях, вот честно, ваше мнение узнать хочется, правильно я поступил или неправильно, как бы вы поступили на моём месте. Но я реально такими своих друзей ещё никогда не видел. И я понял, что если я сейчас не исправлю ситуацию, мы тут порежем, наверное, друг друга, если я это не остановлю. Это же, по-моему, какая-то древнегреческая история такая есть какая-то. Нет? Ну что-то там они не поделили и порезали друг друга. Да никакого минота. Я пока так узнаю. Ладно. С вами был я, Вячеслав Исмаилов или Живия. Это был сейф. Ну как бы мы его купили. По-любому мы его купили. Но не смогли забрать кто-то деньги, потому что их там было очень много. Увидимся с вами совсем скоро. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые уходят каждый день специально для вас. Пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok